Меня попросили прокомментировать ситуацию в Ингушетии. Я долго думал, нужно ли это делать, потому что все предельно очевидно, но посмотрев по интернету, я понял, что мнения расходятся. Мое мнение здесь однозначно, этот конфликт полностью заказан, манипулируется, управляется и подогревается со стороны Москвы, то есть со стороны Кремля. Это выдуманный конфликт, никакого конфликта на самом деле там нет. И я неоднократно в своих роликах говорил, что следующей вспышкой, скорее всего, будет именно конфликт на Кавказе. Если вы не слушали все, что я говорил, я в этом не виноват. Почему это выгодно Москве? Ну, во-первых, вдруг неожиданный, якобы, конфликт по поводу территорий. Долгие годы этого не было, и вот сейчас вдруг это всплывает. Всплывает, естественно, со стороны Рамзана Кадырова, а мы понимаем, кто такой Рамзан Кадыров. Это марионетка в руках Путина. Он сделает все, что скажет ему Путин. Поэтому, раз инициатива исходит из этой страны, то это уже однозначно. Ингуши, естественно, в этой ситуации пострадавшая страна. Они начинают или пытаются сопротивляться. При этом военные силы внутри страны становятся во сторону протестующих. Это показывает, что люди Кавказа сами по себе лучше организованы и гораздо более негативно относятся к власти. Там связи между людьми очень плотные. Население небольшое, все друг друга знают. Много родственников. И там такой позор, чтобы милиционеры шли агрессивно против своего народа. Это возможно, пожалуй, только в Чечне, где есть отдельные группы, лично, персонально подчиняющиеся Кадырову, которые это готовы делать за очень большие деньги. Более того, ингуши и чеченцы многие годы существовали мирно и спокойно. По большому счету, это один народ. Здесь ни в коем случае не нужно слушать тех, кто сейчас хочет, чтобы этот конфликт разгорелся, потому что это только на руку Кремлю. А слушать, например, вот таких людей. И сейчас нет никакого противостояния, но сейчас создают видимость такой мощной эскалации или противостояния. И все это происходит, как я говорил, в виртуальном мире, в социальных сетях. И все те, которые сегодня высказываются относительно того, что кто-то чего-то забрал или что-то кому-то передал, продал, это провокаторы. Абсолютные провокаторы. И я обращаюсь сегодня и к чеченской молодежи, и к ингушской молодежи. В общем, к войнахской молодежи. За вами будущее. Вам жить и вам строит наше войнахское государство. Если вы сегодня пойдете на поводу у тех, кто сегодня толкает вас в братоубийственную войну или столкновение, я даже не хочу говорить, просто даже произносить этого слова, потому что этого не будет, иншаллах, этого не должно быть. И это не произойдет. Но те, кто сегодня апеллирует к молодежи, рассчитывают на то, что они могут их спровоцировать на какое-то кровавое столкновение. Иншаллах, этого не произойдет, этого не должно произойти. Итак, вы слышали, я полностью поддерживаю этого человека. Конфликт искусственный. И просто Кремль жаждет того, чтобы там завязалась заваруха. Почему, спросите вы. Прежде чем я отвечу на этот вопрос, послушайте вот этого ястреба войны, который очень любит воевать, у него всегда в заднице свербит, когда где-то назревает очередная войнушка. Что касается вопроса, что необходимо сейчас было бы делать с точки зрения государственности, то сейчас федеральный центр как раз и должен был сказать свое веское слово, причем быстро и решительно. Уже время упущено, ситуация развивается уже более недели, а остро развивается более уже, по-моему, пятые или шестые сутки. Вот в первые же дни, как только она возникла, федеральный центр и президент или кто угодно должен был сказать жестко и четко, что соглашение замораживается, приостанавливается и ввести силы не в МАГАС и не в Назрань, а на вот этот самый район, линию разграничений. Только так можно остановить межнациональный конфликт. Немедленно развести противоборствующие стороны до того, как пролилась первая кровь, до того, как началась стрельба. Ну, на самом деле, сделать и сейчас это еще не поздно. Вот как только прольется первая кровь, все, ситуация покатится и выйдет из-под контроля полный. Стрелков, конечно, агрессивный и тупой. Он, так или иначе, репродуцирует идеи, которые роятся в головах российских имперцев. При этом он, как бы, говорит до того, как там развяжется конфликт и прольется кровь. На самом деле, идея заключается в совершенно обратном. Столкнуть эти два народа, там начнется кровопролитие, начнутся выяснения отношений, может быть, в ход пойдет какое-то оружие, все это происходит на территории России, и вы увидите, как с одной или с другой стороны появятся люди, провокаторы, либо действительно люди, верящие, что можно что-то предотвратить, с плакатами «Путин, веди войска! Путин, наведи порядок! Путин, у нас тут война, что делать?» И в этот момент российская доблестная армия вмешается в этот конфликт. Как только российская армия вступит туда, либо встанет между этими двумя народами, начнется конфликт между российской армией и жителями Кавказа. Необходим вот этот повод, чтобы столкнуть именно русских с кавказцами, для того, чтобы началась очередная псевдо-чеченская война. Для чего это важно? Если будет конфликт только между чеченцами и ингушами, русских, самих русских, это будет мало волновать. Конечно, они будут читать новости, как это сейчас, интересоваться. Но на этом и все. Путин уже необходимо всю страну втянуть в военный конфликт. Вот когда там начнут умирать российские солдаты, которых начнут убивать с одной стороны чеченцы, а с другой стороны души, вот тогда ни о чем другом, ни о пенсионной реформе, ни о запрете доллара, ни о выборах губернаторов, ни о чем другом русский народ больше думать не сможет, а будут хвататься за голову и кричать вах-вах, третья чеченская война. Как мы помним, Путин пришел к власти на волне побед именно в чеченской войне. То есть он как бы появился и навел порядок. Его порядок обозначал просто подкуп Рамзана Гадырова и подкуп большими деньгами. Сейчас они хотят снова разыграть эту карту и потом, через полгодика, годика, кто его знает, они как будто бы наведут там порядок и будет такая своего рода небольшая победа. Не забывайте, что все фашистские режимы нуждаются в маленьких победоносных войнах. Вот лучшего варианта, чем устроить маленькую победоносную войну на Кавказе, не придумаешь. Потому что Рамзан Гадыров, он как, включится в эту войну и он также по приказу из нее в случае чего выключится. Режимом с такой диктатурой, как у Владимира Путина, крайне необходимы военные действия. Об этом говорят исключительно все эксперты. Но если вы сейчас посмотрите на ситуацию и на карту, вы поймете, что нигде больше конфликт начать невозможно. В Украине слишком опасно. Внимание внешних сил Европы и США буквально приковано к этому региону. Ничего там нельзя серьезно начать делать. Прибалтика исключено. Там тут же будет сопротивление НАТО. Казахстан единственный союзник. Тоже невыгодно там начинать конфликт. Что остается? Белоруссия. Ну вот некоторые пишут, что Белоруссия может быть, хотя это тоже бред. И тем не менее, рассуждая ситуации в стране сейчас, практически все эксперты говорят, что ситуация накаляется и видно, что Россия готовится к войне. Вопрос в том, какой войне, с кем Россия решила воевать. Мой ответ, Россия решила попробовать снова воевать в Северном Кавказе. Для того, чтобы, как бы там опять, быстренько и красиво победить. А то, что это будет стоить многих человеческих жизней, скажите мне, пожалуйста, когда в России кого-то этот вопрос волновал? Я уверен в том, что до тех пор, пока существует влияние России на Кавказе, вот эти провокации и попытки столкнуть наши народы, народность, тот же недавний случай в Кабадине в Балкарии, то, что происходит, раскроили наши территории, часть, которую отторгнули и передали осетинам, другую часть со стороны, из южной части войнахских земель передали дагестанцам, одну часть передали Грузии. Грузия еще в те годы каким-то абсолютно по-братскому разрешила эти вопросы и вернул те территории, которые, быть, из Советского Союза, были переданы по юрисдикции Грузии. То же самое, я уверен в том, что произойдет и с пригородным районом, и с Ауховским районом. Мы должны понимать, те, кто сегодня или еще в те годы заложили вот эти бомбы замедленного действия, они были заложены не для того, чтобы Евкурова с Кадыровым могли так запросто разрешить этот вопрос. Конечно, нет. И то, что они сегодня подписали или заявили, оно не имеет юридической силы, в чем они сами и признаются, когда они апеллируют в Москве, что окончательное слово должны сказать там. А там это слово, естественно, не скажут. Наоборот, будут нагнетать ситуацию. Но мы-то уже знаем нашу историю, мы знаем, кто мы такие. Это пришельцы делят нас и пытаются и разделить, и потом помирить нас. Вот задумайтесь над этим вопросом. Те, кто стоят за колониальной политикой и пытаются сегодня еще очередной раз развязать какие-то межэтнические войны на Северном Кавказе, чего мы не должны ни в коем образом допустить. И я уверен, что у нас, и у нашей молодежи, и у наших стариков хватит и мудрости, и ума, и самое главное, хватит мужества не поддаваться на эти провокации и не забывать, что мы один народ. Мы и духом, и адатами, и религией, и всем, что возможно и что применительно к сегодняшнему этносу. Мы единый народ. Твари! 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 Мы не уйдем! Мы не уйдем! Мы не уйдем!